Друзья, всем привет! Мы с вами снова в Нижнем Новгороде. С вами неугомонная Прасина. И по вашим просьбам мы в отделе с горшками и всеми кашпо. То есть все то, во что можно поставить любой цветочек. Как живой, так и искусственный. Скажу сразу, кашпо у Икеи повторяются и отличаются только диаметром. Поэтому максимальное количество кашпо будет здесь, вначале, а потом уже они будут повторяться. Одна из новинок. Дремск, 6 сантиметров. Кстати, Икеи совершенно недавно появились коржки 6 сантиметров под маленькие феечки. Такая вот керамика красивая. Стоит 149 рублей. Где, может быть, я чтобы их не брала в руки, ты их вот отсюда будешь снимать? Да уж в руки. Ну да, в руки. Потому что он непонятно. Градвис. Сейчас подстроимся. Градвис тоже кашпо 6 сантиметров под маленькую, самую маленькую феечку. 149 рублей. Ну, со всех сторон одинаковые. Вообще, вот такие маленькие коржочки можно использовать даже как подсвечники. Еще для чего-то. То есть не обязательно, чтобы это было именно вот под цветок. Еще одно кашпо Дремск. По форме как маленькая. Белого цвета. Размер 9 сантиметров. Стоит 229 рублей. Фаянс, покрытый порошковым пигментированным покрытием. Красивого серо-бежевого цвета. Гарш кашпо Чиафрён. Очень подойдет под ваксторп. Гляньте под фасады. Если у кого такие кухни. Стоит 249 рублей. Этикетка снимается. Каменная керамика сделана в Португалии. Одно из самых бюджетных кашпо 79 рублей. Ференлик из пластика. И с хорошей имитацией под керамику. У него такой интересный выступ. Эти кашпо часто берут как всевозможные подставочки. Следующее кашпо Се Сам Фреон. Белый с оттенком. 199 рублей. Очень подходит к посуде Вардаген. Можно использовать как дополнительный аксессуар на кухне. Еще и в пупырку. Кстати, вот как смотрится в 9 сантиметрах. Маленькие фейки. Так, мы с вами Дремск смотрели маленький. 6 сантиметров. Это Дремск 9 сантиметров. Он ничем не отличается от маленького, кроме размера. Рудминта. Сейчас этих кашпо два вида. Кошки и собачки. Кашпо 9 сантиметров. Тоже каменная керамика. Внутри. С дырочкой. Кстати, не все кашпо имеют внутри вот эту дырочку. Дырочку видно? Их можно использовать в паре. Я знаю, что многие берут их, еще и раскрашивают. Можно разбавить вазы. Можно, да. Кстати, которые мы смотрели в новинках. Есть повод вам заглянуть в обзор с новинками. Так, Чиафрион. Последний день по акции. 169 рублей. Каменная керамика Португалия. Такой красивый коричневый кофейный оттенок с ребрышками внутри. Вот видишь, дырочки здесь нет. То есть, если кашпо нужно с дырочкой, обязательно посмотрите сначала обзор, потом выбирайте. Так, ну это вообще классика. Самверка 9 сантиметров. Из металла кашпо. С такими кружевными цветочками-птичками. Внутренности. Ну под что только их не берут. Это и вазочки, и подставочки. Ну, со временем ржавеет внутри. Да, потихоньку. Но если вода попадает. Если просто использовать. Ну, в общем, если использовать вот так, не заржавеет. Так. Омфон. 9 сантиметров оранжевый. Сталь. Пылесторное порошковое покрытие. Смотри. Я не знаю, сможете передать? Такие моменты не являются браком, но на этих кашпо они имеют место быть. Потому что это стальные. Вообще смотрится очень красивый, яркий оранжевый цвет. То есть керамика так цвета не передает. Металл передает цвета более ярко. 179 рублей. Дальше. Глазурь. Ф-ни-т-т-рик. Внутри более красивый, чем снаружи. Их на самом деле два. А нет, один. Смотри, как передать. Цвет вот здесь кажется более бежевым. А здесь более розовым, да? Вот внутри. Шляпа. 249 рублей. Так. Сейчас по распродаже тоже последний день. Скатик. Очень давно эти кашпо продаются. Значит, у них есть такой момент. Они из... Сейчас скажу, чего. Из керамики покрыты цветной глазурью. Вот видно на камере идем? Вот эти местечки часто обиваются и обтираются. И, соответственно, проявляется внутряжка. И особенно, когда рядом их ставят между собой. Они стукаются, бьются. Мускорт. Это классика Икеи. Тоже довольно-таки хрупкие по краям. Но с этим можно решить моменты. Аккуратно просто эксплуатировать. 9 сантиметров. Стоит всего 99 рублей. Это самые бюджетные керамические кашпо в Икеи. Они все в разных размерах. От мала до огромных ведет. А дальше. Золотая медь. Желтая медь. Д и Д и. 9 сантиметров. 129 рублей. Они у нас из оцинкованной стали. И полимерным порошковым покрытием покрыты. Имитация глянца. Часто берут для каких-то вот... Сейчас красивые такие деревья делают. Серамодина, короче. И еще одно. Это самое бюджетное кашпо. Дешевле нет. 39 рублей. Ведерко бенье. Оцинкованное 9 сантиметров. Напоминает. Ведро только маленькое. Вот это были кашпушки. 9 сантиметров и 6 сантиметров. Сейчас мы с вами очень плавно перетекаем. В кашпо 12 сантиметров. Сейчас по распродаже. Вот такое кашпо. Бой Сенбер. 12 сантиметров. 229 рублей. Место 329 рублей. Как Дима говорит, Икея научилась бетон за дорого продавать. О, да. Бетон. Ну, а я тебе говорю... А смотри, здесь мякишек. Бетон с мякишем. Бешон? Бешон. Задороже. Бетон с мякишем. Вот он. 229 рублей. Бетон с мякишем за 30 рублей. 30 рублей, это конечно. Так, сокер мы еще не показывали. Металлические кашпо, они очень с бенье похожи, только это сокер. 99 рублей 12 сантиметров. Оцинковка. Кстати, хорошо себя ведет, не ржавеет. Так, значит, Диедэ, Диедэ показывали маленькое. Смысла нет. Самверку показывали маленькую. Дальше. Ниппон. 12 сантиметров. Вообще выглядит как будто это... Бетон. Это не бетон. Плассмассовый. Так. Пластмассовый кашпо. Плассмассовый бетон. Плассмассовый бетон. Плассмассовый бетон. 129 рублей. То есть, когда нужно бюджетники, кстати, вот это выглядит даже лучше. Согласись? Если хотите это, сэкономить на бетоне, покупайте пластмассовый бетон. Так, смотри, давай сразу. Чилистрон. Снять не смогу, висит. Подвесная система из двух крюков. Вот он. Стоит 600. Новинка, кстати, 700 рублей. Вот само кашпон, оно не регулируется. То есть, внутри получается вставочка для посадочки и дальше само кашпо. Вешаю? Угу. У Икея сейчас стали часто появляться на подражке, в продаже подносики, вид пепар. 14 см, цвет белый. Сейчас расскажу, что с чем едят. Едят это из керамики с цветной глазурью. Сделано в России. И вот о чем я говорила при керамике и глазуре, и глазировке, вот такие вот моментики. Ребят, ну это не брак. Вы идеальное просто не найдете. Поэтому, я к чему? Мне сейчас заранее жалко посредников. И нас в том числе. Потому что мы таковыми являемся. Если клиент посмотрит обзор, скажет, а Просина сказала, и там брак. Да нет. Тут совершенно проблема в другом. В чем? Кто-нибудь заинтересуется в более подробную тему, я напишу в комментариях. Ну, напишу. Чиафрион голубой. Сейчас я его найду. Смотри, какой красивый. Вообще, вот такие кашпо, их не надо много брать. Их достаточно взять 1-2. Но красиво сочетать. Тогда они будут очень классно смотреться. 349 рублей. Вот он внутри. Прямо как формочка для ключей. 12 см. В Португалии. Так, дальше идем. Мускорт, как говорила, размеров разных. Ну, размер можно на сайте посмотреть. Выбрать под себя размер. Дальше. Сасэмфрион. Мы показывали маленькое. Собачки, кошки. То же самое. Есть в больших размерах. Так, смотри. Чиафрион. Вот такого, по-моему, маленького не было, да? Просто, иначе обзор, если мы сейчас каждый кашпо будем повторять, часовой будет. Так, Чиафрион, Португалия. 12 см. Вот он. Лайм. Пепар. Белый с золотой полоской. Давайте разбираться. 299 рублей. Дренажные отверстия. Дырочка называется. Дренажные отверстия. Керамика, акриловая краска, цветная глазурь. Очень красивое золото. Красиво смотрится кашпо. Стоит 300 рублей. Вот что внутри. Сделано 21,04,21. Так, пластиковое кашпо. Ференлик. Есть из больших размеров. Вот, кстати, Ференлик прям довольно-таки прилично смотрится. Так, Фнит Трик зеленого цвета. Очень тяжелый. 600 рублей. Во-первых, оно и длинное, оно глубокое. То есть сюда можно и дренаж засыпать. Ну, я не цветовод. Для меня самый хороший цветок это искусственный цветок. Поэтому... И то гниют. И то гниют они. Добрый муж. Два перехода. Такой насыщенный зеленый и более вмятый уходящий. Здесь глазированное, здесь матовое. Кактус. Фекон. Кашпо называется кактус-фекон. 399 рублей. Ратанг. Прозла... Фу! Прозрачный лак. Это, я как понимаю, нет, это внутренний горшочек. Доставать его не надо. То есть у него вот как раз сажать. Прикольно. Можно под столовый прибор взять. Так, градвис мы с вами смотрели. Есть маленькие. Градвис есть матовые 12 сантиметров. И градвис есть глянцы. И то, и то 329 рублей. Видели переход глянца к матовому? Вот это глянцевое, вот это матовое. И такой же маленький, мы смотрели, 6 сантиметров. По кашпо, слушай, вот если сейчас параллельно у людей возникает вопрос, а какие лучше брать? Ну, знаешь, вот по кашпо нареканий особо нет. Люди выбирают то, что им нравится, а брак, он есть везде. То есть у керамики всегда возникают какие-то моменты. Подносик, вид, пары, есть еще в сером цвете. Кстати, очень интересный эффект, как будто мокрый. Вот как будто в каплях либо жира, либо воды. Но не сухой. Такое покрытие интересно смотрится. И знаю, что их берут не только по цветы, но и по всевозможные подставки. Декораторы их любят. Так, вот этот кашпо мы не показывали. 450 рупий. Шарон фрукт. Вот здесь вот такие шарики. Сам он неоднородного зеленого цвета, в коричневую в крапинку. И внутренний. Так, радость посмотрели. Дальше кашпо муст блома. Муст блома продается очень давно. Оно из немногих кашпо, которое идет прямо вот из необожженки, из просто керамики. И из нюансов, что возникает у этих кашпо. Тарелочку поближе можешь показать? Царапины видно? Ну, тактеркость. Ну, это стандартно. Это стандартно. Это нормально для этих кашпо. Это браком не является. Поэтому имейте в виду, что если вы такого не хотите, значит, не берете такого плана кашпо. Стоит 249 рублей. Размер 12 сантиметров. Так, градусы я вам показала. Еще поддончики какие есть. ВТ-пар есть большего размера. И поддончики есть бетонные. Начинают со 169 рублей, в зависимости от диаметра. Бой Сенбер. Вот это 15 сантиметров. То есть вот он, Бой Сенбер. Причем есть разница в цвете. То есть, если мы берем пластиковые, у них нет разницы в цвете. Если мы берем керамику, оно может отличаться по цвету. Так, это у нас персила ладе. 229 рублей. Сейчас скажу, Дим, из чего. Сделано аж в Германии фаян с порошковым покрытием. Классным по ощущениям. Но тоже внутри керамика. И вот это порошковое покрытие, соответственно, под царапинами может... В общем, если вы не хотите заморачиваться, возьмите пластиковые или железные. Тогда проблем не будет. А с любой керамикой приходится возиться. Так, а у градуса... Вообще, кстати, у градуса есть еще и вазы. И поэтому очень красиво можно сочетать. Значит, градус есть еще нежно-розового цвета. Такие вазы очень классно смотрятся. И часто декораторы берут в пару. 12 сантиметров стоит 329 рублей. Розового цвета. Это у нас тоже каменная керамика с цветной глазурькой. Так, теперь давай посмотрим, что мы не показывали. Федерлинг показывали. Они разного размера. Дальше. Ниппон. Этого товарища показывали. Показывали. То есть мы просто смотрим, это уже большие размеры. Из больших размеров то, что не повторяется в маленьких. Последний день распродажи. Умфонг синего цвета. Вот они по 199 рублей. Это аж 15 сантиметров. Кстати, очень выгодное ведро. Тихоньку. Ну, еще раз. Нисти. Очень выгодное ведро. 15 сантиметров всего за 199 рублей. Я очень надеюсь, что распродажи продлят. В каком плане? Товары, которые были по сейлу, оставят просто в ИКФМ. Или так чаще всего бывает. Железное без нареканий. Если не хотите царапины, берите такого плана. Так, а теперь давай смотреть, что вообще, какие кашпо мы не показывали, какие только есть большие. Бой и Бэр. Кашпо на опоре. А где опора? О, спорим от него? Потому что за 900 рублей это ведро не может быть. Ну и сюда поставишь. Давай. 899 рублей, 15 сантиметров для дома, либо улицы. Кашпо, сталь, полиэстерное покрытие. Вся остальная часть тоже из стали. Максимальный диаметр 15 сантиметров, высота 22. Но это горшка. Еще добавляйте сюда. Хотя может быть 22 и целиком. Формат А4. 21А30. Будет половина А4? Почти. Похоже. Как тебе такой вариант кашпулина? Оригинально. Интереснее уже, да? Так, давай вернем, как оно должно было быть. Кто-то его снял и не вернул. Так. Кафе Бона бамбуковый, 15 сантиметров, 500 рублей. У всех кашпо, которые натуралочки, идут вставочки вот такие горшочки. Пожалуйста, не выкидывайте. Ну, по-моему, покажите. Не выкидывайте. У нас клиентка недавно вышвырнула, специально выковырила, а потом пришла с требованием, почему у нее у кашпо водичка протекает. Ну, потому что глупые клиенты. Ну, а зачем это вынимать? Ну, да. Она думает, транспортировочная. Распортировочная. А еще клиенты, бывает, шурупы выкидывают. Если она так думает, пускай покупает бетонную, если в чем раз. Бетон неушибаемый, да? Так, смотри, остальные все показывали, они только в больших размерах. Плавно перетекаем, это не кашпо. А сейчас мы переходим в ведра. Вот просто в большие здоровые ведра. В 10-ти литрушках есть ведро сокер. Мы раньше прям его подойником с Димой называли. Ну, вот ощущение, вот за молочком, да? Ля-ля-ля-ля. Или с водой. Дальше. В нейтрик. Есть в сером цвете синим. 24 см, 1500 см. Тяжеленный. Так, не рискуйте, пожалуйста. Мы вам верим. Хорошо, молчу. Поняла намек. Дальше. 32 см. Рогкорн. Даже с ручками. Кстати, можно как горзину использовать. Тоже вот эта вставка. Не выкидывайте, пожалуйста. Ее бы еще вообще на мертву прицепили, чтобы люди не выкидывали. Стоит аж 3,500. Дальше. Ниппон мы показывали большое. Персилады мы показывали в маленьком виде. Вот они, бамбуковые кашпо. Мускорты идут. Это мы с вами смотрели. Дальше. Ватен мелон. Ватен мелон. Тоже с вставочкой. Бамбуковые кашпо. 1319 см. Фишка в чем? В переходе по цвету. То есть очень эффектно смотрится. И грязь не будет заметна. Это можно проделать и с другим. С любым. Смотри. Циркус. Циркус. Крюда. Как думаешь? Вам бетонное, нет? Кашпо. 33 см. Подсказка. Бетон, скорее всего, тяжеленькие чувства. Нет, пластик. Пластиковая? Нет. Полторы тысячи. Целый пруд для черепашки. Так, мускорты мы уже смотрели. Есть еще вот такие подставочки. Кстати, имейте в виду, эти подставки удобные. Ну, они, единственное, что не фиксируются. Это подставка сокер. Подставка на колесах. Вот она. Можно поставить. Это может проэкспериментировать с искусственным растением. Нет. Надо тяжелее, походу. Чего? Тяжелее, походу. Да, потяжелее надо нагулять. И еще, Дим, мы не показали несколько кашпо. Вообще, по кашпо, честно, обзор скучно снимать. Да, Дим? Это как шторы. Да, у Димы ходит бедный, когда закончил, да? Мы, знаешь, что не показали? Горшок самополил, на самом деле классный, 1332 сантиметра. Вот он. Это линия Икея ПС, Фео. Можно вот туда повыше? Так, сначала покажите днище. А его здесь нет, здесь коробка. Я не могу его выковырять. А вот оно. То есть, сюда насыпается грунт, укладывается вот этот самополив, куда потом наливается водичка. Это на тот случай для таких ленивых жоп, как я, кто не любит ухаживать за цветами. И последнее кашпо. Я еще так осматриваюсь. Все вам показали. Лайм-пепар. Еще есть в сером-золотом цвете. В сочетании 779 рублей, 19 сантиметров. Это каменная керамика, акриловая краска и цветная глазурь. Дима, скажи, слава богу, жена цветы не выращивает, да? Готово. Ну что, по кашпо мы вам показали. Я надеюсь, что для тех клиентов, которые вообще не бывают в Икеа, заказывают дистанционно или пользуются услугами посредников, таких как мы, для вас будет польза. Для тех, кто приходит сам в магазин Икеа, возможно, вы что-то увидели, то, чего не видели, пролетая мимо. В конце обзоров мы обычно всегда даем какую-то полезную информацию. Сначала Дима расскажет о полезной информации, которую обязательно нужно применить. В этом обзоре самая полезная информация будет одна. Якая. Кто еще не подписался на наш канал про Икеа в Янтек Дзен, Напишите комментарий, пожалуйста, я вам там ссылку, вы перейдете и подпишитесь. Зачем? А потом, все потому что... Шумят не вас. А потому что ты скажи, ты уже должна запомнить. А я знаю почему. Потому что на самом деле YouTube конструкция сейчас нестабильная. Нет, ну ты немножко не туда ушла. Хорошо. Ну как тебе сказать? Я не люблю править. Ходят слухи, что со временем YouTube может покинуть нас. Россию? Да. Но это слухи. Тут ничего не подтверждено, но они есть. Уже как бы одни слухи... Первые были слухи о ограничении YouTube были в том году. Мы все побоялись. И папа побежала Яндекс Эфир плавит. Делать клон с сайта. И наруту. И он наруту, кстати, забил про него. Ну... С этого вспомнить. Вот. Сейчас опять... Об этом начинаем поговорить. Чтобы как можно ограничить YouTube в России. Поэтому, чтобы не рисковать и не испытывать судьбу, мы установили канал на Яндекс в Дзене. И все видео будут также доступны там. Но новинки, новые обзоры будут опубликованы на день-два раньше, чем в YouTube. А еще там наших налогов не будет. Мы вас в Сибирке бесить не будем. Есть определенное преимущество смотреть на Дзене. А еще там на комментарии чаще. И чаще, и чаще, и быстрее отвечаешь. Пока. Пока. Пока не так много народов. Вот. А поэтому, ребята, кто вас давно смотрит, на всякий случай переходите, чтобы у вас был резерв. А вообще, кто-то только нечаянно попал на наш канал либо по рекомендации, давайте еще и познакомимся. Потому что в начале обзора мы этого не сделали. Нас зовут Просина Татьяна и Дмитрий. К другому в сети мы известны, как Немагомонная Просина. Мы являемся самым большим, крупным YouTube-каналом на территории вообще YouTube. Знаем про Икея все и даже больше. Знаем всякие секретики, фишечки, плюшки, которыми делимся. Все почему? Потому что с 2010 года, официально уже 11 лет, а так больше, мы являемся действующей службой доставки товаров Икея в городе Саранск. Не закрывались даже в пандемии, работаем всегда для вас. Находимся на большевицкой 85, там наш офис, наши менеджеры. Поэтому обращайтесь, девчонки с удовольствием помогут. А мы расскажем. Все. Теперь все. Пока. А мы пошли дальше.